Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра SunGates начинает свою программу. Начинает свою программу, поскольку в Чикаго еще достаточно рано, только 7 утра. Ну, а если говорить о западном побережье, то это вообще 5 утра, а вот 8 часов уже в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну, а в Москве в этот час 15 часов, да, 3 часа дня. И у нас на связи Россия-Москва, астролог, профессиональный астролог Андрей Бухарин. Андрей, добрый день! Добрый день, Майкл! Добрый день, уважаемые радиослушатели! SunGates Radio! Ну, мы, так сказать, остановились на, или закончили, точнее, можно сказать, о президентской, претендентах на президентский престол Соединенных Штатов Америки. Получили достаточно много отвлеков на эту тему, но сейчас мы поговорим о наших земных, скажем так, делах, о том, что волнует каждого человека, который живет на нашей планете, с точки зрения, конечно же, астрологии. С 7-го, 6-го числа, да, 6-го, 5-го, 6-го числа была у нас Новолуния. Ну, давайте с этого начнем, Андрей, расскажите, чем это, так сказать, ну, условно говоря, грозит, или какие надо соблюдать правила осторожности при Новолунии, и чем оно, вот эта Новолуния отличалась, если оно отличалось от прошлых Новолуний, и куда мы, так сказать, идем уже в будущее? Ну, Майкл, что я хотел сказать? Это Новолуния, оно произошло 4-го июля 2017-го года, ой, 16-го года, 17-го, вот, оно произошло в раке, то есть вообще рак выделенный, такой знак, и здесь Меркурий с Венерой. Ну, тем более, это водный знак, а Луна, это, в общем-то, да? Да, тема, какая программа на текущий месяц понимания эмоционального своего мира, понимания, скажем так, прошлого, родового древа, то есть вот тема именно семьи, традиций, прошлого, археологии тема, то есть это вот раща тема, то есть она вот как бы поднимается, то есть на этот месяц эта вот программа, ну, в общем, как бы благоприятна, если заниматься вот такого рода трендом, таким как бы покопаться в прошлом, изучить, там, позвонить родителям, например, в том числе, ну, действительно, это Меркурий в раке, как бы предполагает такие действия, очень уместные, если кто-то давно не звонил, позвоните родителям, такая социальная реклама на Сангейс-радио. Да. Да. И, в принципе, Новолуния, оно не такое, единственное, что вот оппозиция вот этого Новолуния к Плутону есть, то есть вот тема плутонианская, Плутон – это корпоративные финансы, это экстремальные ситуации, это все, что имеет отношение к сексуальной теме, к теме, ну, адреналина, скажем так. Он в оппозиции находится, то есть здесь надо гармонично проявлять себя в течение этого месяца без перегиба, то есть основная задача решения любой оппозиции – это, и аналогию такую часто рассказывают, когда несут дорогой рояль, отполированный, в узком коридоре, где миллиметр справа, миллиметр слева только задел есть. Вот если рывком что-то сделать быстро, вероятность того, что заклинет этот рояль, там, поцарапает его, ну, и испортится. Поэтому надо аккуратно, медленно нести. Поэтому, занимаясь делами плутонианского характера, надо все делать крайне взвешенно, и по девизу Сатурна – медленно, наверное, и по девизу Венеры – гармонично. Потому что оппозиция, она как раз описывается решением Венера такого сатурнианского проявления. Оно ядро, кстати, планетное, оно в хорошем аспекте от Нептуна. Это очень интересно в плане того, что Нептун – планета мистики, планета тайных знаний, эзотерики, музыки, поэзии. И она в соединении с заходящим лунным узлом находится, кроме этого, еще в хорошем знаке своей меры. Говорит о том, что этот месяц очень благоприятный для раскрытия тайн прошлого. Простите, я еще, может быть, добавлю, это еще также интуиция. Совершенно верно. Это именно, скажем, иррациональная составляющая, часть чего-либо. То есть, это полностью совпадает, на самом деле, с физической астрологией, поскольку Нептун – это цифра 7, вообще-то говоря, и это Кету. И такая вот планета странная немножечко. И как раз это связано именно с тем, что вы сейчас говорите. То есть, раскрытие тайн – это имеется в виду что? То есть, в это время хорошо, так скажем, заниматься раскрытием тайн? Да, то есть, в это время, это период хороший для конструктивной трансляции энергии Нептуна. Я уже, ну, во-первых, я хочу сразу сказать, скажем так, у меня другая астрологическая традиция, поэтому я с характеристиками нумерологическими, которые вы озвучиваете, не всегда согласен, но я не буду, скажем, в это русло, скажем, вести разговор. Но планета, планета, качество планеты абсолютно одинаковое. Цифры могут быть, да, разнятся, но… Она, Нептун, да, это тайны, это… И она в хорошем аспекте, когда она дает как раз возможность, скажем так, созидательной этой энергии. Вот, например, деструктивный Нептун, когда он, транзиты его идут, например, на тайной карте человека, это часто отравление, опасность от воды, алкоголизм, игромания у человека наступает, какие-то наркотические зависимости. Это вот деструктивный Нептун, то есть это тема иллюзий, в конструктивных аспектах раскрывается что-то, а в деструктивных, скажем, ну такой как морок, такой вот человек погружается в ложное такое какое-то представление. И вот в этом новолуне он в хорошем аспекте, причем заходящий узел это говорит о том, что прошлое. При этом одновременно Юпитер, планета, находится в соединении с восходящим лунным узлом и хорошим аспектом 60 градусов аспектирует вот это планетное ядро в раке, которое там не только Луна с Солнцем новолуне, там же еще и планеты минорные есть, Меркурий и Венера в раке находятся. Такая у них ядро, я бы этот стеллиум планетный бы назвал лунно-солнечно-меркуро-венерианская такая энергетика там. И Юпитер хорошо аспектирует, планета Юпитер, она находится с восходящим лунным узлом в соединении. Это говорит о том, что чтобы добиваться, выполнять свою эволюционную задачу, которая описывается знаком Девы, развить в себе рациональность и делать это при помощи Юпитера. То есть экспансия, активность, связь с другими культурами. При этом Юпитер в изгнанном положении. То есть обычно боятся некоторые люди, кто слышит эти астрологические названия, падения, изгнания, думают, боже, что с планетой происходит. А это говорит о том, что планета находится, скажем, в фазе молодого ученика. То есть когда она еще не знает, как правильно себя проявлять, но это не значит, что она слабая. Вообще замечено, что оказывается, если в гороскопах людей, где планеты находятся, какие планеты в изгнаниях, то, как правило, по этим планетам люди реализуются профессионально. Удивительно. То есть по профориентации очень часто это происходит. Почему? Потому что человеку надо... То есть он хочет себе доказать. То есть это мотор такой психологический, что я достойный. Потому что это, во-первых, комплекс неполноценности дается врожденное. То есть который, помните, когда мы про Александра Сергеевича Пушкина разговаривали, а комплекс именно в чем заключается? В том, что человек не умеет адекватно оценивать... Ну, юпитерианский комплекс, он либо себя то недооценивает, то переоценивает. Из-за этого он страдает. Но в конце концов проработка комплекса заключается в том, чтобы найти наконец-то вот эту гармонию и адекватно оценивать себя как личность, без шапкозакидательских, ну и без каких-то самоуничижительных таких оценок себя. Вот положение Юпитера, например, в этих слабых знаках. Я бы не сказал слабость. Это планета очень сильная в изгнании всегда. Она противоположна по знаку в обители, только планеты, но с другим качеством, скажем таким, коэффициентом, статусом, можно сказать. Так вот, они находятся в оппозиции. Вот это Юпитер с Нептуном, с узлами, это ось затмений. И новолуния в хорошем конфигурации к этой оппозиции. Кстати, такие конфигурации всего лишь формируются 4 раза в год. То есть это новолуния... Так, интернет закончился. Да. Прямой эфир, Луна без курса, бывают фокусы такие с интернетом, поэтому продолжим. Как меня слышно? Прием. Слышно и видно. Нормально полет. Нормальный. Наш космический корабль вышел из-за радиотени. Да, попали в зону, которую вы только что обозначили. Слишком много планет, поэтому не буду их называть. На чем это, Маркович? На чем разрыв произошел? Ну, мы как раз таки говорили о том, что транзит у нас идет от новолуния. И дальше. Вот давайте мы продолжим, что будет дальше. Потому что мы движемся, неизбежно придем к полнолунию. Я хотел бы добавить, что в принципе, вот эта новолуния, оно само по себе довольно позитивное. То есть, вот такого, скажем так, крупного, каких-то вот таких недоразумений здесь не видно. Оно, кстати, очень, этот месяц благоприятный, вот сейчас пошла растущая Луна, для очень многих начинаний. В частности, вводите момент, 9 июля. Редкое такое время, когда я бы рекомендовал важные дела начинать, то есть, элекции. То есть, здесь для элекции... 9 июля? Ну, вот сейчас, да, 2016 года. Практически весь день идут прекрасные аспекты. Луна формирует, соединяется с Юпитером, и заканчивается, в конце концов, последний аспект к Венере делается. То есть, я тоже много каких-то дел тогда запланировал на эту субботу. Поэтому, хочу сказать, что позитивная энергетика этого новолуния, она конструктивна для показательной для начала успешных новых дел. То есть, несмотря на то, что там кризисы, шмизисы, человечество живет и развивается, и как бы вот в это время как раз хорошо бы что-то вот там начинать, то, что успешно будет продолжаться. Андрей, скажите, это зависит, это начинание, два вопроса, точнее, до которого примерно времени мы можем вот эти новые дела начинать, а второе, все-таки какие-то личностные характеристики отдельного человека или какой-то компании, они тоже имеют значение. То есть, начинать, новый проект начинать, допустим, а у человека его цикл говорит о другом, может, ему не стоит начинать. Это же не, так сказать, не для всех одинаково. Ну, естественно, это же, я же рассказываю в целом, говорю, как космическая погода на небесах какая. А насколько она будет, принесет вред или пользу это начинание, это индивидуально, надо смотреть хотя бы, ну, синастры, хотя бы тот же транзит какой-нибудь посмотреть. В сути, если мы начнем этот проект, ну, допустим, человек начинает субботу проект этот, то он будет успешным, но будет ли он, скажем так, успешным для того, кто начал, или как бы, ну, пример, например, Юкоса взять, да, успешный проект, но тот, кто начал, он, как бы, ихняя судьба разошлась, да, то есть, в принципе, на небесах было благоприятно для такого крупного, скажем, роста бизнеса, но при этом, тот, кто начал, он, как бы, синастры, или на плохая была и судьбы разные. Простите, Юкоса это Ходорковский, да? Да, да, ну, как бы, ну, владелец и сам бизнес, вот они же разошлись, мы же, не будем там эти политические детали, как это, конечно, просто само развитие проекта, то есть, проект, в принципе, успешный, Юкоса, да, миллиарды принес, принес, а тот, кто его начал, ну, какое-то время пользовался, а потом, так как видно, не в то время начало, ну, вот это как раз ответ на ваш вопрос, а если в хорошее время начинается, то как бы основатель и само дело вместе идут, вот в чем разница, ну, я же не могу сейчас сказать всем, кто радиослушателям, кому именно это принесет пользу, либо принесет время. Давайте тогда, давайте тогда я скажу, а если вы не можете, ну, во-первых, мы находимся на интернет-портале радиоцентра Сангейтс, это первое, а второй наши координаты, это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это наш скайп sungates 1.08, на конце буквы С, sungates, это солнечные ворота 1.08, я это говорю к тому, что если все-таки кто-то захочет узнать, каковы его личностные характеристики для того, чтобы начинать или не начинать определенное дело и когда начинать, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, все программы наши записываются, выставляются на YouTube, потом они попадают в Facebook, поэтому, пожалуйста, вы можете обращаться непосредственно к Андрею Бухарину, вы его найдете без сомнения, его координаты, ну, если вы хотите обратиться к нам, поскольку у нас впереди очень много программ, и мы сейчас будем уже говорить о каких-то уже конкретных вещах, и связанных действительно и с материальными ценностями, в том числе, а не просто теорию, где у нас находится положение планет, а что это нам дает, потому что мы все говорим для чего-то. Давайте мы, Андрей, с вами поговорим как раз-таки вот в анонсе было сказано о том, что если говорить о декаде, которая начала в 2010 году, заканчивая в 2020 году, то 2016 год это как раз-таки ровно половина, половина вот этой декады прошло. Кроме этого, 2016 год в июне закончился, июль начался, мы сейчас находимся в июле, это вторая половина года. Ну вот скажите, что нам предстоит теоретически, еще раз повторяю, возможно, какие-то позитивные, какие-то негативные, возможно, какие-то будут события происходить у нас. В прошлый раз, кстати, мы говорили о том, что ну где-то ориентировочно с 15 июля вероятно какое-то достаточно негативное и серьезное событие, которое произойдет в какой-то точке земного шара, и вы даже предположили, очертили там несколько точек, где это может произойти. Вот, кстати, была реакция на ваш, на нашу беседу, и ваше предположение о том, что женщина одна написала, это Yellowstone, вы знаете, да, в Соединенных Штатах находится такое место, называется Yellowstone, вот, и там находится, как считают, там что-то такое зреет, и предполагается, что если там что-то рванет под землей, то это будет чуть ли не всемирный потоп, ну и вот эта женщина предполагает, что как раз там хвостом что-то там упирается как раз в эту точку, но, насколько я помню, вы не озвучивали это место, и вряд ли мы туда... Плутона проходило через середину Соединенных Штатов Америки, но здесь разговор в том, что мы же в концепции вот с этой женщиной, напомнить, как ее зовут, которая в Швейцарии... Да, ее зовут Лариса Суверон, ясновидящая, кстати, у нас не будет буквально эфир через час. Вот, тем более, она же озвучивала, мы же как бы такое, мои астрологические, скажем, рассуждения... были привязаны к ее... В контексте, да, ее вот там видений. И видение-то у нее было какого характера? Что это побережье, что некое там, ну, воды, то есть наводнение, то есть, а Йеллоустон, это же континентальное место, то есть там... Да, я как раз про это и говорю, что тут какое-то такое несоответствие, это первое. Второе, ну, предсказание все-таки отличается от прогноза. Еще хотел бы, можно про мое мнение сугубо по поводу Йеллоустонского вулкана, вот лично я отношусь к этому, знаете, как... У меня складывается впечатление, что это искусственно, скажем, фокусирует внимание на, опять же, непроверенной информации, то есть мы опять, мы воспринимаем на веру, нам говорят, вот там, а на основании чего? Конкретно мы имеем доступ к тем же датчикам, а если бы они хотя бы публично в интернете какие-то там передавали действительно температуру, там, графики, статистики за последние хотя бы лет 10, чтобы посмотреть, что там действительно идет увеличение, там, магма подходит, там, что нас пугает. То есть это все разговоры опять на уровне СМИ. То есть это такая тема, вот как предсказание Ванги, которое мы тогда вот с вами, а давайте проверим это. А проверить мы, оказывается, никак не можем. Ничего, мы проверим. Да, мы просто верим в публикации. А это уже, помните, энергетика рыб и энергетика водолеев. То есть она в чем различается, что предположения и доверие, как они, кстати, любят эти, такие, основывать факты на, то есть не на научных исследованиях вот сатурнянских, а просто вот на мнении неких авторитетов. То есть юпитериано-нептунианская тема. А водолейский типаж это урано-сатурнянский такая вот энергетика. То есть когда мы математически и логически проверяем на фактическом материале. То есть давайте фактология какая, где, какой датчик, покажите, где он находится, кто его установил, когда, исправный ли он, покажите его статистику достоверную, кто, ну там, давайте как-то, если поехать, можно проверить. И тогда уже делать вывод. А пока нам просто заявляют, что вот-вот там уже ого-го, а фактов нет, на основании чего этот вывод делается. То есть я предполагаю, что это просто такое журналистское, ну такое, как бы, многолетняя тема, которая будет привлекать, знаете, апокалиптического такого характера, который привлекает, ну скажем так, читателей. что они опять подняли тем, всю эту газету покупает, может там взорвется, не взорвется. И вот это в напряжении, сколько уже держат лет с этим ерунгом станом? Я где-то с 2008 года помню, с 2007 точно, пугали, что 2016 год это последний год, когда он долбануть должен. Крайний срок, 2016 год назначал. Ну, вы знаете, проживая на этой территории, если честно, я не слышал, вообще ничего не слышал. А я вам рассказываю, что он не останется. Ну, это да, это как правило, да, вот мы тут живем, ничего не знаем, да, вот у вас там все понятно, все известно, да, но, как понятно, нам нужны доказательства. Помните, как у Карца Васильченко у него было, а как вы докажете, что вы кассир Сидоров? Вот фотокарточка, родинка, понимаете, нужны доказательства, дорогие друзья, мы находимся с Андреем Бухариным, после некоторого перерыва в интернете, мы опять продолжаем программу, и мы все-таки подойдем, так сказать, последовательно, что нас ожидает, в общем-то, в будущем, ну, как минимум, до конца месяца, Андрей, скажите. А потом мы перейдем к очень важной теме, материальной теме, перейдем. Вот что нас ожидает, скажите, до конца месяца, если нас, в общем-то... У нас человечество на земле, или у вас и нас? Нет, 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 в глобальном плане. Ну, в глобальном, я считаю, что этот месяц, говорю, он спокойный. То есть, видите, я говорю, новолуние, оно не такое, катастрофически, каких-то здесь показателей нет, нет негативных звезд, включение, сейчас посмотрю, какие тут звезды есть. тут вообще очень похоже, что новолуние... Сейчас. Так, момент. Сейчас тут некоторым мне надо сделать телодвижение. Вы очень серьезно начали делать телодвижение, потому что появился шум в эфире. Я хочу сказать, что здесь, хотя, Сатурн где-то гуляет там около звезды негативной одной. Вот это единственное, что Сатурн мне вот положение мне нравится, на вершине того квадрата. А это... Ну, надо вот смотреть проекции линии Сатурна, где проходят. Но это власть, это какие-то ограничения, если прав и свободы, то вот проекции Сатурна покажут тебе территории, где это будет. В принципе, я еще хочу сказать, что Новолуния, сама точка Новолуния, она не... То есть, она очень поддержана хорошо Юпитером и Нептуном, она даже Марсом поддержана там в Орбисе хорошем. То есть, здесь в целом позитивно. Другое дело, что вот Новолуния, которые будут на затмение, вот там сентябрь, ну, конец... Да, сентябрьские Новолуния, собственно, это и есть, оно будет в затмении. Вот это уже я бы те бракки надавал рассматривать. В принципе, хороший гармоничный месяц. Прекрасно. Давайте вот мы на хорошем и остановимся, что это гармоничный месяц, а перейдем к более таким, скажем, дальним, что ли, прогнозам. Ну, скажите, мы с вами, правда, в частной беседе, иногда говорим о положении в таком финансовом, что ли, там, рынке. Имеется в виду о том, куда идет стак-маркет, куда идет биржа, валюта и так далее. Скажите, можно ли с помощью астрологии, насколько это достоверно будет, мы уже немножко упоминали как-то вот о движении евро, допустим, можно ли прогнозировать вот такой общий такой вопрос глобальный, вообще изменений валютного рынка как его, так скажем, деструктуризации, то есть в деструктивном отношении вот политические какие-то события, они повлияют так, что вообще валюта как таковая, она исчезнет, и валютный рынок полностью исчезнет. Есть ли такие, можно ли с помощью астрологии это предсказать? Ну, здесь надо вот рассуждать с позиции, опять же, эры-рыб, то есть, вот, что такое эра-рыб, это эра-водолея, вот, как они описываются. Эра-рыб, вообще, что такое эры? Эра, это земля, вращение земли, есть ось, это прецессии, но она вращается не идеально вертикально, а под углом небольшим, и вот как волчок, такое, прорисовывает круг, медленно прорисовывает движение, против движения знаков зодиака. И идет от конца знака к началу. Любой знак зодиака, помните, по аналогии вот жизни, например, Советского Союза, как я рассказал, идеологии государств, и так далее, он имеет там конец всегда слабый, середина посильнее, и самое начало, то есть самое сильное, это градусы, которые в начале знака. Если у нас сейчас, мы предполагаем, конец эры-рыб, то с каждым мигом приближающийся конец рыб, мы ближе подходим к началу знака рыб, а это значит энергетика рыб усиливается, усиливается и усиливается. И рыбами управляют две планеты. Нептун и Юпитер. Нептун тайна, Юпитер власть. То есть всевозможные тайные общества, там религиозные темы, это все, скажем, произошло в эру-рыб. И глобализация, объективный мировой процесс, который во всем мире есть, поглощение крупных компаний, менее крупных, это описывается энергетикой Юпитера. То есть это не сатурнианская, ураническая, водолейская тема. Это именно вот шар надувается, поглотил соседа, стал еще капитализацией крупнее, а ну-ка мы еще кого-то там купим. То есть и логическое завершение, когда останется, скажем так, один банк, когда останется там один производитель автомобилей, один производитель телефонов, ну, логически, логически, грубо говоря, было сто конкурентов, потом они там половину друг друга поглотили, потом половина, половину, и в конце концов какие-то единицы в лучшем случае. Поэтому, если по этой аналогии мы говорим про валюты, здесь также идут эти процессы глобализации, мы наблюдаем. И естественно, что когда, скажем так, апофеоз, эрры рыб, единая валюта, которая, ну, скажем, она логическое ее завершение, безусловно, предполагает окончание, как это не звучит, этих вот торговли валютной, по крайней мере, акции, возможно, еще будут. Ну, как бы, потому что акции – это другое дело, это ценные бумаги, это стоимость бизнеса. А вот именно, скажем, колебания разных денег, курсовые между собой, это да, это я предполагаю, что это логически, то есть к этому идем. Ну как, если будет одна валюта, так как ее, что она в одном, в одной будет, на одном континенте она будет одну стоить, ну, может быть, такое, бог его знает, может какие-то будут различия еще идти от стран, но, скорее всего, нет. Скорее всего, там будет ценовая, цена разных продуктов, разных континентов будет разная. Но единый будет эквивалент денежный. Да, то есть, вот, звучит фантастически, но логика RRB, она такая, что, как бы, это девиз Юпитера, обнимая не удерживая, то есть поглощаю, 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 на том ба-бах, и лопает этот шар. Тоже, кстати. Ну, не секрет, на самом деле, о том, что мы к этому идем, и не секрет о том, что люди, которые, так сказать, играют на этом бирже, если это можно назвать игрой, почему-то принято такое выражение игра, они могут там, так сказать, зарабатывать. Вот я смотрю, у меня стоит второй компьютер, 7.30, наше время, чикагское время, у вас, соответственно, 15.30, и в это время вышел репорт. Я смотрю, резкое, резкое шевеление валюты, евро резко скакануло вместе с британским фунтом, резко скакануло вниз, и стало выпрямляться. Вот скажите, по вашим, так сказать, графикам астрологическим, можно ли предугадать, что ли, или предсказать, спрогнозировать, о том, что вот в это время будет какой-то скачок, потому что тут же если такие вещи, так сказать, заранее знать, то ну, это серьезно, это серьезно. Ну, в принципе, я этим занимаюсь, и как раз исследую пару евро-долларов, уже, скажем так, скоро лет 10, наверное, будет уже. О, как. Да, причем публично, они даже исследования оформлены, но, конечно, были там ошибки, были какие-то победы, но и в конце концов тот не делает ошибок, кто ничего не делает, и постепенно выстраивается структура, то есть система, скажем так, определения, прогноза разворотов этих, то есть астрологически, астрологически при желании, ну, скажем так, уровни, это на каком, скажем, на каком он будет, это сложнее, это больше технический анализ этому дает ответ, а в какую сторону пойдет, да, я это вот как раз исследую, и в принципе, и это возможно, но не всегда, но по крайней мере некоторые такие два-три разворота в месяц периодически, я вот определяю их, когда они идут, и вот можно делать интересно, давайте, два-три разворота в месяц, ну, вот какие, давайте мы в евро, скажите, какие два-три разворота в июле месяце, ну, уже или были, или которые еще будут, ну, я уже озвучивал, сейчас я открою тогда этот график свой, я уже это озвучивал, если вы помните, предыдущие передачи, предыдущие передачи, ну, мы просто так, очень, да, там дата 15-го числа, кстати, с этими прогнозами вот Ларисы, как раз она коррелирует, вот там, сейчас я их открою, секундочку, 15-е, у нас сегодня пока только 7-е, да, 7-е июля, ну, там резкое укрепление доллара идет, показано, по крайней мере, показано, что относительно евро, доллар набирает силу, а евро каким-то образом там. Исходя из этого, можно предположить, что до 15-го числа евро будет идти соответственно вверх, а доллар будет соответственно идти вверх. А смешанные показатели, поэтому так, но в целом, показатель для евро где-то вот перед 15-м числом, сейчас, минуточку, я сейчас открою это, и так, 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 вот, открыл, сейчас, глянем, сейчас я на графике посмотрю, и прокомментирую это все дело. Ну, я полагаю, так, существует много пар валют, и существует... Значит, смотрите, вот, в принципе, здесь разница, когда сила доллара вниз идет, а у евро скачок вверх идет, она вот как раз перед 15-м, числом, где-то вот 13-го, 14-го, 15-го, возможно, с 12-го даже начала, ну, вот, я говорю, по графикам заметно это, а именно переломный момент, как раз 15-го, 16-го, когда бы я, это раз, то есть, вот то, что видно, до этого, кстати, смазанные показатели, вот, я, допустим, то, что сейчас вот падение евро идет, оно, ну, по тем, по крайней мере, показателям, которые я вот выявил, ну, опять же, что значит падение, это коррекция там, оно не то, что падение, оно ушло, оно на уровне 1.10 гуляет, то есть, это же не, там, 1.05 стало сразу же, это допустимые, скажем, колебания, после провала, вот этого бегства, Великобритании, из Евросоюза, то есть, евро еще ниже не стал, чем он был, он был, я напомню, какой уровень был, 1.09 был, а сейчас он 1.10, то есть, он сейчас, в принципе, евро сейчас дороже, даже, чем он был, когда в день, 1.10, даже 1.11 уже было, да, поэтому здесь сказать, что евро упало, это какие-то краткосрочные колебания, понятно, но вот вы говорите о том, что примерно в районе 15 июля, предположительно, евро упадет, доллар пойдет вверх, и это будет продолжаться до, возможно, выше зайдет, да, то есть, я понимаю, скаканет вверх, где-то 13-15, а уже с 15-16 до 19-го числа, много показателей на то, особенно вот дни, 16-17-18 июля, показаны, что у доллара, опять же, это астрологический, как бы, гороскоп, именно вот, описываемый силу доллара, или силу евро, говорит о том, что у него больше силы, больше удачи, успеха, позитивного, скажем там, факторы будут какие-то позитивные в это время, для его роста, а для европадения, и еще, и потом уже опять перелом, где-то вот 19-го, 20-го июля, наоборот, там, на один или сколько-то дней, посмотрим, евро, всплеск, то есть, у евро идет, и опять же, где-то с числа 23-го по 26-е, сильные показатели, что доллар будет расти, а дальше, к концу месяца, мне сейчас сложно сказать, там смешаны какие-то вот движения, ну, понятно, я думаю, да, я думаю, до конца месяца мы с вами еще встретимся, поэтому, уже, да, мы уже, по крайней мере, в этом месяце, я бы выделил таких, заметных, 4, ну, 3-4, тренда, давайте еще раз повторим, и проверим, получится, то есть, как бы, подтвердится это или нет, то есть, мне не стыдно это публично, как бы, озвучивать, а я вот сейчас возьму и запишу, да, давайте, давайте, записываем еще раз, рост евро 13-го, 15-го июля, рост доллара 16-е, 19-е июля, рост евро 20-е, 21-е июля, и рост доллара 23-е, 26-е июля, ну, период 23-26, то есть, 4, кстати, таких момента, которые, которые, заметные, мы проверим, посмотрим, какие из 4-ех, сколько, ну, скажем, попадем в цель, тем более, через неделю, первый показатель проверим, но, если нет, значит, эта система не рабочая, значит, надо ее озвучить, если будет работать, так надо ее брать на вооружение, ну, я хочу сказать, добавить, может быть, во-первых, мы будем об этом говорить более детально, поскольку мы все-таки планируем с Андреем такие финансовые, скажем, астрологию рассматривать, так периодически, но я хочу добавить в том плане, что существуют не только временные там развороты, а существуют еще и уровни, по которым мы функционируем, поэтому надо брать в расчет не только ось горизонтальную, то есть ось Иксов, а еще и ось Игреков, вот, и я, так сказать, этим тоже вопросом занимаюсь, достаточно серьезно занимаюсь, поэтому, если комбинация, она совпадает, вот это вот, координирование вот этих двух осей совпадает, то тогда шансы на победу, будем так говорить, конечно, будут очень и очень высоки. Хорошо, давайте мы тогда, Андрей, на этом остановимся. Я, кстати, нефти могу добавить, если неинтересно. Нефть, да, ну, по нефти, например, вот очевидно, что уже нефть выбилась из коридора, который вот был восходящий тренд, длительный, который шел, с какого-то числа он тут шел, где-то с 18, с 21 января 2016 года, вот пошел у нас перелом, там был восходящий тренд, и вот нисходящая граница этого коридора уже пробита третий раз, и уже, я как вижу, то есть она действительно произошла в июне, произошел, очевидно, что разворот, и нефть начинает коррекцию, то есть нефть не будет, сейчас опять, как я вижу, идти выше 50, она начинает уже сбавлять вот этот пыл, и пытается уже раза два пробить уровень 46,91, не получилось, и сейчас зайдет, наверное, третью попытку, значит, тогда нефть уже пойдет ниже 47 долларов точно, то есть туда уже на 40, какой там следующий уровень у нас, 43 доллара у нас по Фибоначчо. Ну, вот таким образом, таким образом, дорогие друзья, мы можем, в общем-то, участвовать в этих вещах, если у нас есть, так сказать, совпадает, во-первых, цикл, наш личный цикл, то есть шансы на победу, что бы мы ни делали, у нас возрастает, и кроме этого, если мы еще в этом немножко разбираемся и пользуемся, так сказать, знаниями Андрея Бухарина, профессионального астролога, то, конечно, мы будем принимать в этом участие, в любом случае, так мы вам можем посоветовать. Я еще раз объявлю, это 847-226-9956, это телефон студии, это Skype SunGates 108, Солнечные ворота, и тройное W, sungatesradio.com. Андрей, что мы можем еще с вами, о чем мы можем с вами коротенько поговорить, у нас скоро будет эфир, как раз таки из Швейцарии, прямая трансляция, буквально через 45 минут, вот у нас там, ну, 5 минут у нас с вами есть, что бы вы хотели еще, может быть, озвучить? Ну, что бы я хотел озвучить? Я хотел бы, во-первых, наполнить позитивом наш эфир сегодняшний, потому что позитивное мышление, позитивное эмоциональное состояние такое, оно определяет, ну, скажем, наше бытие. То есть, если человек пытается достичь, например, ставит цель, ну, условно говоря, там, здоровье или материальный достаток, духовный рост, но при этом он, эту цель заряжает отрицательным эмоциональным наполнением, то он получает противоположный результат. Это как раз вот ответы, когда, да я столько уже моделирую, целый год там аффирмации наклеил, везде на стенах, там эти, знаете, там я богатый, я здоровый, там читает, а оно не работает. Почему? То есть, либо наоборот, обратно делать, потому что эмоциональное наполнение другое, поэтому всем желаю радости. Будет радостно эмоциональное состояние будет счастье всего человечества. Понимаете? Кстати, вот к вопросу о новостях, что в новостях показывают, почитайте новости, да, вот из моей, там как раз бомбежка идет, подсознание, деструктивный эмоциональный фон. Там то случилось, я не буду... поэтому, как говорил профессор Преображенский, не читайте с утра советских газет, ну, аналогию пусть сам, каждый пусть намек понимает, как хочет, но сам факт, что работайте своим подсознанием, кстати, вот он, трин, Нептуна, к ядру этому врагу, именно, как бы, такое, знаете, самопрограммирование на удачу, успех, он очень благоприятный этот месяц, то есть именно, позитивное мышление, оно должно именно формироваться на фоне эмоционального, такого радостного, такого окрыления, я бы сказал, что, ох, как, знаете, как любовь, когда она дает, и крылья выросли, то есть вот состояние, и тогда это начинается, человечество, оно становится такой расой творцов, понимаете, созидателей, и урок, который нам посылает небеса в виде принудительных перемен, а это как раз квадрат Урана с Плутоном, этот кризис мировой, мы этот урок проходим успешно, как в школе, там, ну, стресс, конечно, переживает, как все на экзаменах, но это не значит, что там всех учеников завалили, там, тройки поставили, нет, то есть надо, желаю всем пройти этот урок, и сдать экзамен на оценку отличную. Андрей, спасибо большое, это действительно очень важно, это действительно очень правильно, собственно, мы придерживаемся этих принципов, которые озвучил профессор Преображенский, мы не смотрим, и не читаем, ни русские, ни американские газеты, в том плане, ну, как бы, во-первых, есть интернет, во-вторых, что там читать, один негатив, давайте мы закончим, вот чем, все-таки у нас еще начало рабочего дня, у нас еще 7.45 утра в городе Чикаго, скажите, какова энергия дня на, скажем, на нашем континенте, на американском континенте, конкретно сегодня, 7 июля, можете ли вы об этом сказать? Ну, я хочу сказать, что в целом, сейчас будет практически вот тот период, который вы озвучили, ближайшие 9 часов, 10, луна без курса, что такое луна без курса, это когда она до выхода из знака, ну, в тропическом зодиаке, не формирует ни одного мажорного аспекта, а это хорошее время, кстати, для сдачи налогов, фискальных отчетов, то есть, это когда нет продолжения, то есть, вы сдаете, и оно как бы с концами там все, понимаете, у нас до 15 апреля, ну, до 20. Ну, я вот имею, причем это не только для Америки, это для, в принципе, всех нас сейчас вот именно 9 часов, он начался, кстати, где-то чуть-чуть позже, после начала, начала именно радиопередачи, как раз как произошел этот там, отметили, лоховостая луна отметилась разрывом интернета, вот, так, ничего просто так не бывает, есть хоп на небесах, щелк, какая-то проблема, либо наоборот, дополнение бывает. Чем дальше, тем больше, мы в этом убеждаемся. Вот, да, и, собственно, этот день хорош не для новых начинаний, а для окончания чего-либо старого, хотя растущего больше предполагает продолжение, ранее начатых дел, и очень хорош для мозговой и писательской деятельности, потому что на небесах Солнце соединяется с Меркурием, это очень такой раз, ну, не раз в месяц, я имею в виду, вообще несколько раз в год бывает, когда Меркурий делает, вот, в транзитной петле находятся события, а это очень сильный, такое, Солнце это творчество, Меркурий слово, то есть, очень хорошо для писателей, для тех, кто пишет книги, например, либо какую-то словесную информацию дает, работает со словом, ну, либо ментальной. Кроме этого, так как уже распадает, ну, уже практически фаза точного аспекта Меркурия, Венера, квадратик, Урана, это период неожиданных денежных трат, таких спонтанных, поэтому следует избегать, хотя это не факт, что это плохо, но просто вот такое, но при этом, кстати, еще Меркурий сейчас делает хороший аспект к Юпитеру, вот вам хорошо заниматься обучением и преподавательской деятельностью одновременно, то есть планета учеников и учителей в гармоничном отношении, сходящемся аспектом. Это имеется в виду сегодня или так? А вот он до завтра идет, ну, по-московски, до 12 часов завтрашнего дня, практически это... Понятно. Сегодня как раз где-то за сутки двое до точной фазы аспекта он максимально проявляется. Сейчас, да, сейчас закончим программу, пойду писать анонс следующих программ. Ну, в общем, лучше, ну, новое сейчас не начинать дела, а продолжать радио старые и очень хорошо сдавать фискальные отчеты и налоговые платежи. И все, и будете счастливыми, счастливыми, жить в безопасности. В общем, астрология как наука помогает в этом избежать многих проблем на будущее. Ясненько. Хорошо. Андрей, большое вам спасибо за ваше время. Я знаю, вы человек очень и очень занятой, но тем более ценна та информация, с которой вы, которой вы с нами делитесь. Ну, и мы желаем вам удачного завершения рабочего дня. Половина дня прошло, а будем встречаться мы. Да, спасибо. У нас только начало. У нас сегодня целый день будет программы, программы и радиопрограммы. И сегодня к нам приезжает очень известный человек международного, так сказать, масштаба. Это известный испанский композитор. Он исполняет песни духовного содержания. И сегодня у нас будет программа с ним. Так что мы проведем интервью также, которое потом появится у нас на YouTube, на Facebook. Как и эта программа, тоже она записывается. Она будет выложена с перерывами на эту вот Луну, которая без курса движется. Но она появится в совсем ближайшее будущее. Она появится на YouTube и на Facebook. Андрей, еще раз спасибо большое. Всего вам доброго. И до свидания. До свидания. Майкл, до свидания, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова